вот друзья как я нарезаю джинки вкусняшки были вот такие большие легкие но смысла нет вот такие давать же собака их быстро грызет и проглатывает для занятий нужны очень маленькие кусочки чтобы собака не наедалась и хватало на бога потому что если большие будут куски собака будет наедаться и интерес постепенно будет пропадать поэтому делать маленькие кубики и сейчас мы джин очки будем заниматься друзья так что она прыгну я хотел ее поцеловать она мне навстречу прыгнула хотела зайку показать ну команду встать она мне прыгнул хорошо я отвернулся а то бы разбила мне губу цели за речи творится изнутри достала сверху с потолка канат а он застрял джинка это я убрал для того чтобы ты не доставал сверху речи творит клетку по квартире сей таскает все еще и на диван ее заказчик вот этого у нас еще не было ты чё творишь джин очка а там она застрянет а дальше чё ты будешь делать просто видите узлы джинка синти чё делаешь ты мне клетку сломаешь джинка хулиганье мелкая мелкая хулиганка джинка давай заниматься бросить этот канат хулиганка дай вот так вот так кто сильней папка или динька кто сильней папка или динька а ты хулиганка три папка оказался слабее дина сиди друзья всем привет я смотрю вам очень нравится как я джинку обучаю всяким различным командам и мне очень приятно что вам это нравится поэтому а я вас просил пишите в комментариях какие команды вы хотели чтобы я еще научил джинку и мне понравились там две команды это поклон и какая команда джина а кувырок то есть собака ложится и как колбаса вот так вот крутится катается в общем вчера не буду рад вчера я тоже по начал пробовать и у нас получился я вообще в шоке от джины я не знаю либо это у меня с ней такая взаимосвязь но скорее всего потому что с тайсоном у меня тоже были такие отношения на одной волне гармоничные не чё бы я джина ну-ка нельзя доставать у чего бы я от него не требовал да то есть не просил он все выполнял и легко нам это все давалось по эту джиночку у меня тоже самое длина и сюда и сиди там тоже в комментариях пишут что просто там нет припишут тебе это просто умные слишком друзья не собаки не бывают глупыми но дело в том что нельзя джина и дело все в том что не любая не каждая собака тебе или тебе или ему или другому будет вот так вот поддаваться то есть чтобы собака выполняла все что вы от нее хотите нужно быть для собаки в первую очередь мы как бы другом да а может это длина второй очереди первую очередь нужно быть лидером авторитетом для своей собаки потом уже друг идет нельзя сейчас я договорю и мы с тобой начнем вот если у вас плохие отношения с вашей собакой она не она будет выполнять где-то вот тут именно за вкусняшки но если вы где-то на улице нам попробуйте среди других собак других раздражителей вот что-то пробовать там команду ко мне к примеру она на вас бы болт забьет будет делать то что вы хотите или она от вас убежала вы ее хотите поймать да она к вам не подходит тоже забила на вас большой болт и не хочет с вами короче делать то что захочет вот а чтобы собака к вам подходила она должна вас первую очередь уважать как хозяина своего и тогда любые команды будут у вас делаться просто вот так вот по щелчку поэтому мы выбрали в комментариях 2 2 не одну даже две команды это значит поклон и крутись вчера попробовали да у нас уже получилось и сегодня бы хотел показать что у нас вышло тоже за 5-10 минут и покажу как я это молчал так что иди сюда джинночка использовать я буду также вот такие вот вкусняшки это уже второй пакет они быстро разлетаются это уже второй пакет я только что их нарезал нет дина 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 нет давай нет вставай поклон нет дина вставай поклон нет дина вставай поклон ползи ползи молодец назад ну эту команду вы уже видели это мы просто чуть-чуть друзья это не доминация вот то что она делает многие тоже спрашивали это просто она возбуждена и и требует требует к себе просто внимание очень много дина здесь нет никакого доминирования она прекрасно знает кто здесь главный ту и будку кости подкидывает поэтому это просто перевозбуждение джина иди сюда на иди ко мне она все хочет этот канатик наиграть дина поклон ай молодец поклон ай молодец вставай поклон ай молодец ну примерно пока что вот так то есть на самом деле чуть-чуть сложновато команда мне тяжело удалось ее как бы не так легко как все остальные ну и следующая команда это кувырок ну как дина иди сюда лежать кружись а не как я не говорил кувырок кувырок да давай кувырок 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 вот так друзья иди сюда 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 и поклон молодец нет ведь иногда алтурит ложится поклон нет поклон молодец вставай поклон молодец вставай поклон молодец дина кувырок 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 и урала вообще у меня не поднимается пола смотрите и вообще не поднимает ну просто тут я когда она думает что я и бросил поэтому она хотела взять так она не берет не дергать ничего не надо но также да нельзя ее чтобы она поднимала друзья объясню как это все выполняется чтобы это все было легко вам давалось легко не бывает но чтобы вам давалось это у вас получалось нужно научить собаку следовать за вашей рукой то есть берете в руку вкусняшку вот так вот и просто сначала будет тренируете и чтобы она за вашей рукой туда-сюда ходила то есть там тоже также кружилась там лежала вот например вот так блин иди сюда сидеть лежать сидеть сидеть лежать ползи то есть видите она следует сидеть давай стоять стоять вообще у меня нет команды стоять я ее ни разу не обучал у меня стоять потому что я использую на прогулки когда она там бежит например стоять чтобы она остановилась вот есть команда встать то есть это вот это джина зайка вот а так если вам интересно да как вот эти все команды вот то есть она до сих пор идти поклоны стоял теле папку поклон поклон джина поклон нет поклон нет вставай поклон молодец все вот сначала вы сделаете при помощи руки без слов потом подкрепляете к а какое-то там можно это обозначение дайте даете вот этой команде например поклон а потом это можно все делать на расстоянии уже подальше от ее морды чтобы она уже запоминала что такое поклон или там кружить вертись вот друзья я надеюсь вам понравился видосик также ставьте лайки пишите много комментариев мне очень приятно было читать что вам нравится как джинка занимается потому что и правда мы с ней на одной волне ей очень нравится и мне тоже нравится как она это все с удовольствием выполняет смотрю туда частенько на школьников с такими большими рюкзаками сумка в руках впереди еще он крутой рюкзак висит офигеть сколько всяких принадлежностей вспоминаю как выходили школу с пакетами знаете раньше моды была не знаю здесь была в россии в избегистане мода была не рюкзаки а пакеты носить пакет там одну две тетрадки положил свернул его по размеру тетрадки держишь такой пакет пошел в школу иди в туалет сходи покакай когда уже весна придет а уже 10 мая а марта у нас снега смотрите апрель ну еще весь апрель будет снег полюбасу дина стоять ух тебя чуть ворона не заклевал где настой там собака идет молодец так все нож это такса а кто а а метис нету белочек джинка охотница тут белочек ищет все пошли динка иди гуляй иду такой думаю на кого же в этот метис похож такса там точно есть и такой дома по ходу як терьер представляете помнить какая горячая будет а як терьер и такса какой охотник будет яростный ну по нему видно вот такой заряженный охотник видите как я утеплился капюшонка капюшон сейчас уже вроде не кашляю слава богу мне тут мама все пишет пишет пей молоко полоскай горло голосовой я и молоко пью и горло полоскаю но надо почаще я просто сам замечал когда вот болеешь горло полоскаешь соды и это реально помогает прям заметно а когда тебе уже она вроде бы помогает ты такой душа уже почти не болею сама пройдет ты перестаешь джина пошли сюда или такой перестаешь больше не больше не пил не полоскаешь и молоко не пьешь вот и я такой же лучше стало и все перестаю лечиться надо до конца лечиться пока не вылечишься плюс я еще любитель мороженого холодного блин ну а как мороженое лежит хочется а нельзя был так мне не нравится капюшон стремный сегодня такое морозное утро 8 утра вот я понял что в 8 выходишь никого нету ну собачники если встретиться чуть попозже выйдешь или раньше все либо в дети идут в школу прям пачками и тяжело вот здесь вот между ними проходить с собакой либо все на работу бегут а вот 8 выходишь вообще никого нет все уже ушли и ты идешь спокойно не паришься у меня аж рука замерзла морозец такой но мы сейчас джиночки долго не будем гулять как обычно прыжочек дадим и пойдем к дому блин джина срать села там собака идет чуть чуть назад отойду чтобы она мою сторону побежала ай молодец джиночка стой т.п. просто знаете так бывает идешь под по дорожке и раз твоя джина убежала куда-то в этот в лес и сидит серит и собака идет навстречу получается сейчас собака рядом как со мной будет проходить джина будет оттуда бежать мою сторону расти а чё у него во рту папа к застряла не джина тебе с ней нельзя это же девочка стать стать с тайсоном они не ладили с тобой точно не поладят не джинка она вот и нормально да но только вот нюхаться мы не будем заряженные мы последина джинка она такая она не будет облаивать там лишний раз внезапно с девками она внезапно нет если конечно ей не даешь собаку например а то прям идет и лабула его это девка бука конец крупный например как-то овчарка облаивала нас джина тоже будет рычать а так она вообще молча все джинка рычать не будет облаивать тоже не будет все молча понюхается и дальше пойдет джиночка ты моя сладость сейчас посмотрим как она отреагирует на перчатки хоть она любит постоянно людей вот так засматривается у кого руки в перчатках и хочет носом туда поближе и они шугаются джинка бы нельзя просто бывало что уже несколько раз такое было что встречает прохожего вот девушку на недавно встретили в парке она просто идет остановилась воиновая обниматься обнимать джину гладить джина ее раз и руки руками вот так перед джинкой джина раз ее за пальчик за перчатку ухватила и тянет его джина низянка да ладно пусть ничего страшно игру порвет же да ладно ничего страшно и короче забавно девчонки и они давай это играться джинка одну перчатку стасила 2 и короче это без обид в общем она года пускай я сама отдала и перчатку джинкой продырявила эту перчатку блин я верну все перчатки с меня да ладно перчатки они игорь старый были дадим очка тихо бандитка птичку синичку вам почувствуете морозится видите пар какой струбы идет денька что там увидела девайс радость попалась и там по снежку джинка зачем ты мне камеру пачкаешь ай хулиганка ведь она так вот морду тычет там смотришь высматривает белый а он белка на белку видео он видите по центру кадра сидит в точке боковым зрением смотрит на джиночку и джин ее тоже видит пошли джиночка нам с тобой и не догнать никогда не поймать нам с тобой эту белочку так хоть хочется потрогать эту белочку она нам такая мягенькая пушистенькой нежная там видите слева собака идет камни смотрит смотрит почему папка меня зовет она по сторонам начинает оглядываться собаки нам где-то идут давай джиночка оглядываться не надо папа сказал ко мне значит надо ко мне подойти затем оглядываются по сторонам я уже буду смотреть твое дело папку слушаться он видите вон там человек идет с собакой а это этот сиба ину знаете я хочу чтобы меня кто-нибудь когда-нибудь поснимал спереди с нижнего ракурса когда я вот так идут джино на натянутом поводке и спереди и вот так вот снимать у нее такая морда офигенная тело когда напрягается морда вперед туда тянется глаза и и кошачьи красивые хищные но некому у меня сделать это оператор нужен эти мои дворенькие ну джиночка стой стой динька пен айфон не передает вот цвет ну ка сейчас вот так здесь стой джина вот так вот вот так ну убираем мордочку вот так это джиночку помыл вот так морду протер ну стой она на меня так смотрит такими глазами я вспомнил комментарии говорит вот этот вот цвет рыжий извините год если неправильно сказала с вот этим цветом глаз это просто в божественных нет того же мнение джино ну подожди смотрите какие глаза красивые